В Ненинском округе прошла Ночь музеев. Всероссийская акция состоялась в регионе в десятый раз. В Дорьгенмаре она прошла на площадках Ненинского краеведческого и пустозерского музеев, Мастерской народных ремесел и Центра декоративно-прикладного искусства. Традиционно для посетителей музеев бесплатно работали экспозиции. Все желающие могли принять участие в интерактивных программах, играх и викторинах. Ночь музеев – одна из самых любимых и ожидаемых жителями региона акция. К всероссийскому празднику Ненинский округ присоединился 10 лет назад, тогда в 2009 году мероприятие прошло впервые. И с каждым годом оно становится все популярнее. В эту ночь в музее не только рассматривают экспонаты и ходят на экскурсии, но играют, рисуют, занимаются творчеством. Я раскрашивала щенка и котенка. А как его зовут, щенка? Шаек. Пришли посмотреть, позаниматься. Вот фенечку плетет ребенок. Анастасия, трудно? Да нет, я думаю. Все получалось, помогали. Дмитрий и Егор заняты поиском команды. Ребята планируют принять участие в квесте. Я бы хотел, наверное, увидеть, ну, поменьше народа. Народа слишком много, и поэтому не успеваешь все сразу делать. Ну, вот как бы заходишь на станции, и там везде народ. И хочешь, например, пройти эту станцию, надо установиться в очередь. А так все тут, всего хватает, разнообразие. Мастер-классы по художественному мастерству, викторины, посвященные памятным страницам истории округа, квест в поисках черного золота, программа на любой вкус. Задания подобраны так, чтобы интересно было и взрослым, и детям. Мы им выдаем листочек. На нем уже до этого написано воском, то есть этого не видно. И они должны взять карандаш и вот это заштриховать, чтобы все было видно. Потом они, им показывается слово, получается, на латинском, и они идут искать это насекомое. А также до этого у них свои путеводители, дневники, то есть. И в них уже два задания. Там одно задание про птицу, они должны найти куропатку. То есть по описанию найти куропатку. И в точность также про рыбу, найти по описанию рыбу. Кроме того, в течение всей акции на площадках краеведческого музея выступали творческие коллективы, музыканты и артисты. Была организована тематическая фотозона. Традиционно в ночь музеев прошла благотворительная акция «Белый цветок». Гости праздника своими руками изготовили цветы, которые 1 июня обменяют на пожертвования для тяжелобольных детей. Каждые полчаса в одном из залов проходили розыгрыши бесплатной лотереи. Постепенно в течение года, от одной ночи до следующей ночи, все сотрудники музея на это нацелены. И это, наверное, одна из самых значимых для музеев ночь. Поэтому этому мероприятию уделяется очень-очень много времени, сил. Конечно же, в эту ночь задействованы все сотрудники музея. Нет ни одного, который бы не был задействован. Мероприятия прошли под лозунгом «Сплошной юбилей», приуроченный к знаковым событиям для Ненецкого округа. 85-летию Краеведческого музея, 90-летию округа, 520-летию Пустозерска и юбилея многих населенных пунктов региона. Мероприятия посетили более 4 тысяч горожан. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север.